И полицейские отмечают значительное снижение количества правонарушений, которые сургутяне совершили в новогодние каникулы. Таких было зафиксировано порядка 620. В 2016-м этот показатель превышал рубеж 800 фактов. Стражи порядка говорят, что причинами такой позитивной динамики являются низкая температура воздуха и усиленный режим несения службы полицейскими. Их количество на городских улицах, напомню, увеличили на четверть в период праздников. Также замечено снижение количества преступлений. В дежурную часть поступило чуть больше 50 сообщений о незаконных действиях. Порядка 40 правонарушений полицейские раскрыли по горячим следам. У большинства прослеживается бытовой характер. В основном, так скажем, преступления бытового характера. Граждане отдыхали 9 дней, так скажем. Преступления в основном все совершены в быту. Из них тяжких, особо тяжких, 22 преступления было совершено. Они, естественно, у нас тоже по горячему следу все раскрыты. Это убийство, нанесение побоев? К сожалению, у нас, да, зарегистрировано 2 убийства в этот период времени. Около 40 водителей задержали сургутские полицейские за возможное управление автомобилем в нетрезвом виде. Часть из них отказались от освидетельствования, но по закону это приравнивается к пьяной езде. В управлении МВД отмечают, что даже несмотря на серьезное ужесточение нормативной базы, сургутские автовладельцы продолжают кататься на автомобилях под градусом. Порядка 2-3 граждан у нас были задержаны, которые повторно уже управляли транспортом, будучи ранее лишенными водительских удостоверений. Тем не менее, выводы для себя не сделали правильные и допустили повторное управление в отношении данных граждан. Сейчас собирается материал, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 264 прим. 1.